Новости на восьмом, а значит в ближайшие полчаса все о главных событиях из жизни Владивостока. В студии работает Александр Масликов и вот что случилось в нашем городе к этому часу. Псих или не псих. Специалисты утверждают, что причиной нападения во Владивостоке далеко не всегда является душевная болезнь. Новые и современные. На внутригородские маршруты Владивостока вышли автобусы, оснащенные современным оборудованием. В общем автобусов будет 102. Из них два автобуса, так сказать, это современных новых электробусов, которые ездят в Москве. Маленькая вечеринка еще никого не убила. Великий Гэсби на сцене театра имени Горького. Громкая премьера от Тина Крониса. Также в выпуске. Серьезная проверка. Юрий Трутнев будет находиться с рабочим визитом в Приморье для оценки развития ДФО. Еще раз скажем. Заграничные гости. В дальневосточной столице выступил исполнитель американского фолк-рока. Но об этом немного позже, а сейчас о главном. Более 70% инвестиций в дальневосточный регион приходится на Приморский край. Об этом заявил зампред правительства, полномочный представитель президента Юрий Трутнев во время совещания в Хабаровске. Причина – удобная логистика, недорогой морской транспорт и дружественное отношение к инвестору. Наиболее востребованы у инвесторов краевые тор. Полпред подчеркнул, что приток инвестиций в регион означает появление новых предприятий, рабочих мест и наполнение бюджетов всех уровней. Все территории, которые побеждают в этой конкуренции, будут лучше жить, добавил Полпред. 3, 4 и 5 октября Трутнев будет находиться с рабочим визитом в Приморье. В его повестке – работа территорий опережающего развития, переезд структур полпредства в новую столицу Дальнего Востока, создание Центра ядерной медицины и проверка состояния инфраструктуры после проливных дождей. Полпред также планирует посетить один из муниципальных районов, который наиболее сильно пострадал от подтоплений. Но помимо этого, сегодня, 3 октября, во время визита во Владивосток, Полпред раскритиковал дорожные работы в городе. Он отметил неэффективность расходования бюджетных средств и нехватку парковок. В четверг, 3 октября, Московский городской суд рассмотрит апелляционную жалобу адвокатов экс-главы Владивостока Игоря Пушкарева на приговор Тверского районного суда Москвы. Защита экс-главы и владельца группы компании «Восток-Цемент» настаивает на том, что Пушкарева судят не по тем статьям и требуют пересмотреть решение суда. Процесс, благодаря позиции самого обвиняемого, был максимально прозрачным и поэтому юристы и общественные деятели не скрывают своего мнения о процессе и его итоге – приговоре. Известный театральный деятель Александр Малобродский, гендиректор Московского театра «Гоголь-центр» в 2017 году, заключенный под стражу в связи с обвинением в хищениях, свой первый месяц в СИЗО провел в одной камере с Игорем Пушкаревым. После пережитой реанимации он был переведен под домашний арест. Малобродский поделился своим мнением о личности Пушкарева и приговоре. Самый достойный из тех, кого я встретил в заключении. Поверьте, хоть мы недолго общались, но там такие качества, как личная порядочность, как честность, как мужество, готовность отстаивать свои убеждения проявляются остро, наглядно и безусловно. Убеждения Игоря Сергеевича менялись, менялись в связи с этой историей. И у него всегда хватало честности по отношению к себе, мужества признавать перемену в своих убеждениях. И это никогда не было изменой личным высоким нравственным критериям. Кроме личных впечатлений, кроме впечатлений непосредственных, кроме его обаяния человеческого, мне довелось побывать на судебном заседании, где был оглашен приговор Игорю Сергеевичу. Конечно, я не вправе давать оценку действиям суда, но я также не могу и не вправе умалчивать о своих впечатлениях. Несколько поднатарев в силу своей личной истории в юридической фразеологии и в логике предоставления доказательств, в течение длинного дня, когда оглашался приговор Игорю Сергеевичу и его товарищам по несчастью, я не услышал ни одного, сколько-нибудь убедительного довода, который свидетельствовал бы о виновности Пушкарева. Все, что я слышал в суде, представляется крайне сомнительным. Восьмой канал узнал мнение известных во Владивостоке политиков, бизнесменов и общественных деятелей о приговоре по делу Игоря Пушкарева. Вот как оценивает роль Пушкарева на посту мэра и комментирует резонансное дело председатель Совета ветеранов Владивостока Сергей Кондратенко. Имени ветеранов, от себя лично, конечно, могу что сказать. Очень хорошо у нас с ним работалось. Он хорошо очень относился к ветеранам. И само следствие, и суд, конечно, был очень жестким. Начиная с того, что когда его арестовали и топировали Москву, мы все видели, как его загнули в Салатске, образно говоря. Явно неправомерно и несоизмерно. Какого-то, значит, закоренелого бандита вели руки за спину и загнули к самой земле. Далее, это следствие, когда, условно, мы, ветераны, обращались в суд и в органы следствия. Мы просили, чтобы ему изменили меры пресечения, не связанные с решением свободы. Ну, не пришлось следствовать нам. Почему? Потому что следствие затянулось явно. Более двух лет фактически следствие шло. А это все это время, значит, город-то фактически находился без руководителя. Потому что все эти люди и в Рио, это не то. Ну и то, что вот такой срок дали ему, 15 лет, это, в общем-то, шокировало. Не только ветеранов, но вообще всех жителей города, я считаю. Потому что такой срок, ну, убийцам не дают сейчас. Вот. И нам непонятно, непонятно, почему это произошло, как это произошло. Сам Игорь Пушкарев на своей странице в соцсетях написал, что намерен выступить с речью на суде. Он пишет, что все еще надеется на торжество справедливости. Ему есть что сказать и своим близким, и суду, и нам, горожанам. И он планирует использовать свое законное право высказаться. Общественные деятели и эксперты допускают изменения срока в деле Пушкарева, вплоть до его полной реабилитации и признания его незаконно задержанным. Итог узнаем 3 октября. Реавлат Ньюс будет вести текстовую онлайн-трансляцию с заседания суда по апелляции приговора. Преступления, которые произошли во Владивостоке за последние дни, вызвали широкий резонанс в обществе. В популярных пабликах сегодня обсуждают нападение на кондуктора трамвая во Владивостоке и действия таксиста-насильника, напавшего на женщину по дороге из Артема во Владивосток. Самое распространенное мнение преступлений – сезонное обострение, свойственное душевнобольным людям. За разъяснениями по поводу сезонности психиатрических расстройств мы обратились к главному врачу Владивостокской психиатрической больницы Максиму Артамонову. Нападение на улицах и общественном транспорте Владивостока спровоцировали в городе волну слухов. Детали происшествия с кондуктором трамвая, которого убили во Владивостоке вечером 1 октября, обрастают подробностями. Напомним, происшествие случилось вечером во вторник 1 октября на остановке Сахалинская. Мужчина избил кондуктора трамвая металлическим прутом. 54-летняя женщина погибла. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Полиция задержала 39-летнего убийцу. В совершении преступления подозревается мужчина 1980 года рождения. В настоящее время с ним работают следователи. На месте происшествия проведен осмотр, допрашиваются свидетели, выясняются все обстоятельства произошедшего. Чуть больше недели назад мужчина с ножом напал на девушку в центре Владивостока возле здания краевой администрации. Он нанес пострадавшей несколько ударов, после чего попытался сбежать. Однако далеко уйти злоумышленнику не удалось. Он спрыгнул с виадука, ведущего к железнодорожному вокзалу, и сломал ноги. Девушку в тяжелом состоянии отвезли в тысячекоечную больницу. У нее резанные раны спины и шеи, внутренние органы, к счастью, не задеты. Мужчиной также занимаются медики, которые проверяют его на вменяемость. У нас в обществе существует такая боязнь душевных расстройств. Иногда к лицам, которые попадают в психиатру или ход стационара, к ним относятся как будто к инопланетянину. То есть это обычные люди с обычными проблемами. У одного было пониженное настроение, у второго какие-то другие проблемы. Но эти люди нуждаются в помощи, эти люди нуждаются в сострадании, они нуждаются в нашем активном внимании. Однако опасаться, что во Владивостоке активизировались в связи с сезоном психиатрически нездоровые люди, не стоит. Еще раз подчеркивает главный врач психиатрической больницы Максим Артамонов. И сезонности в психиатрии сегодня нет. Если человеку ставят диагноз, который касается того или иного душевного расстройства, лечиться ему предстоит всю жизнь, так же как при диабете или гипертонической болезни. Но утверждать, что психиатрические расстройства напрямую связаны с агрессивным поведением и способностью внезапно напасть, например, на прохожего, не стоит. Есть просто отношение пациента и родственников к самому заболеванию и к лечению. Если они добросовестны, то он может вообще не быть здесь в больнице. Здесь попадают только те, кто в самом деле нуждается в стационарной помощи. Водитель такси избил и изнасиловал пассажирку по пути из Артема во Владивосток. Мужчина приехал по заявке, а затем привез женщину в лес, где избил, ограбил и изнасиловал. Женщина при первой возможности позвонила в полицию и рассказала о происшествии. Сегодня ведутся поиски преступника. Все подозреваемые в совершенных преступлениях в обязательном порядке будут проходить медицинскую экспертизу на вменяемость. А жительницам Владивостока стражи правопорядка рекомендуют внимательнее относиться к собственной безопасности. Не ходить по улицам в тёмное время суток, просить родственников или знакомых встретить, если задержались на работе, и стараться всегда быть на связи. Светлана Садовая, Станислав Лазебный. Новости на восьмом. На внутригородские маршруты Владивостока вышли новые автобусы. Они закуплены администрацией города на средства, выделенные из краевого бюджета. Новые автобусы оснащены системой ГЛОНАСС, терминалами для безналичной оплаты проезда, автоинформаторами и другим современным оборудованием. Подробности в нашем следующем материале. 15 автобусов марки «ЛиАЗ» теперь работают на маршруте номер 15, 3 автобуса «ПАЗ» на маршруте номер 29 и 8 «ПАЗов» на маршруте 15К. Все машины после оформления в городскую собственность пополнили парк муниципального предприятия в ПАПАТ-1. Именно здесь их готовили к выходу на линию. Всего в общем автобусов будет 102. Из них два автобуса, так сказать, это современных новых электробусов, которые ездят в Москве. Сегодня, в ноябре будет поставка этих двух электробусов с одной ультравыстрой зарядкой. На линию маршрутной сети в ПАПАДА вышло 24 новых автобуса, которые сегодня ходят на 15-29 маршруте. И это сегодня, ну, граждане уже увидели. Эти машины отечественной сборки отвечают всем нормам комфорта и безопасности. Их поставили на маршруты наиболее загруженные. Готовятся к выходу и другие автобусы. Это еще 12 машин марок «ПАЗ» и «ЛиАЗ». Остальные машины, которые из новой парки пришли, они сейчас проходят подготовку, водители проходят стажировку, учатся управлять, изучают материальную часть. Поэтому готовы будут в ближайшее время тоже выйти на линию и обслуживать пассажиров. Города Владивостока. Выход новых автобусов совпал с другим важным событием в работе общественного транспорта Владивостока – повышением тарифа за проезд. Теперь одна поездка в автобусе в городе стоит 28 рублей, в трамвае, троллейбусе и на фуникулёре – 20. Напомним, в этом году администрация города закупила на выделенные из краевого бюджета средства 102 автобуса. На их закупку потрачено около 1 миллиарда рублей. Все приобретенные транспортные средства выйдут на городские маршруты до конца года. Дмитрий Беломестнов, Новости на Восьмом. Сейчас мы прервёмся на короткую рекламу, сразу после которой. Маленькая вечеринка ещё никого не убила. Великий Гэтсби на сцене театра имени Горького. Громкая премьера от Тина Крониса. Заграничные гости. В дальневосточной столице выступил исполнитель американского фолк-рока. Фото с пользой. В новом сезоне «Радио Лемма» выбирает «Леди осень-2019». Отличный повод проявить себя. Партнёр выпуска новостей – натуральные снеки «Эст Бали Кешью». В сердце тропического острова Бали мы производим для вас натуральные снеки. Орехи кешью, гранолу и попкорн. Орешки кешью обладают непревзойдённым качеством и свежестью. Обережно собранные тропические ингредиенты – кокосы, бананы, какао-бобы и морская соль – идеально дополняют нашу продукцию, которая не содержит глютен, консерванты и искусственные добавки. Спрашивайте «Эст Бали Кешьюс» во всех супермаркетах города. Сегодня с вами я, Александр Масликов, и мы продолжаем. Маленькая вечеринка ещё никого не убила. Великий Гэтсби на сцене театра имени Горького. Громкая премьера от Тина Крониса. Заграничные гости. В дальневосточной столице выступил исполнитель американского фолк-рока. Фото с пользой. В новом сезоне радио «Лемма» выбирает «Леди осень-2019». Отличный повод проявить себя. 5 октября жители и гости Владивостока смогут увидеть на сцене театра имени Максима Горького очередную громкую премьеру. Спектакль по книге Фрэнсиса Фиджеральда «Великий Гэтсби». Постановку готовит американский режиссёр постановщик Тина Кронис. Об этой и других премьерах 87-го театрального сезона в нашем сюжете. Вечеринку с атмосферой эксплуатации, разгула и жульничества закатят на сцене театра имени Максима Горького. Спектакль по роману Фрэнсиса Скотта «Фиджеральда», где показана джанзовая эпоха 1920-х годов, ставят американские режиссёры. Тина Кронис и Ричард Алгер уже более 20 лет работают с американской классикой, пишут пьесы по мотивам и ставят неожиданные обработки хорошо знакомых зрителей сюжетов. Для нас было очень интересно поделиться американской культурой вместе с российскими актёрами, создать что-то новое. Я считаю, что русский театр – один из лучших в мире, поэтому возможность работать в этом прекрасном театре – честь для нас. Репетиции идут уже два месяца, но нет предела совершенству. Большое внимание уделяется технической подготовке, так как свет и музыка играют важную роль в постановке. К современным произведениям театр имени Максима Горького обращается нечасто. Я связываю это в первую очередь, что мы не влюбились в современных авторов, а они взаимно в нас. Те, которые сегодня по-прежнему… Может быть, есть целый ряд драматургов, которые были бы украшением театров, но для меня по-прежнему остались Володин, авторы и Арбузов. Ко дню Великой Победы Владивосток ожидает грандиозный проект с участием Московского театра «Современник». Труппа театра Горького поставит спектакль «Скажите, люди, куда идёт этот поезд» из репертуара «Современника». Приедут декорации театра «Современник». Брусникина Марина – постановщик спектакля, который здесь будет показан. Играют наши артисты, потом приезжает труппа театра «Современник». «Современник» играет в этих же декорациях, в этих же костюмах свой спектакль, этот же, который сейчас идёт на сцене театра «Современник». И потом мы попробуем сделать микс. Также идёт работа над спектаклем «Мастер и Маргарита» по одноимённому роману Михаила Булгакова, премьера которого запланирована на Международный день театра. Параллельно проходят репетиции новой постановки для юных зрителей «Аленький цветочек». В дальневосточной столице выступил исполнитель американского фолк-рока. Американский гитарист, певец и композитор и поэт Тим Истон сыграл единственный концерт во Владивостоке, завершив тур по России. Наша съёмочная группа побывала на репетиции музыканта. Подробности у Дмитрия Беломестного. Этим концертом Тим Истон завершил большой гастрольный тур по России. Музыкант из США уже выступил во многих городах нашей страны, среди которых Сочи, Краснодар, Москва, Сургут. На Дальнем Востоке он сыграл в Якутске, Хабаровске, Магадане и во Владивостоке. «Здесь много холмов. Океан я сначала не увидел, но побывав на Орлином гнезде, я увидел прекрасный портовый город, подобно Сан-Франциско или Сиэтлу. Люблю города, связанные с рыбалкой». Во время гастрольного тура по России Тим Истон начал вести блог для одного из крупнейших изданий, специализирующихся на музыке Американо. После своих первых выступлений в Сочи и Краснодаре Тим Истон написал, что путешествия помогают избавиться от стереотипов, и он ближе узнал русский народ. «Тур прошел великолепно. В России за три недели я увидел больше танцующих людей, снимающих селфи, чем за 10 лет в Америке. Я изучал русскую литературу долгое время и понимал, что у вас за страна. Я общался с русскими в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Есть стереотип, что русские много пьют водку. Это не так. Вы, как и американцы, любите пиво. И русские, кстати, больше смеются, чем я ожидал». Тим Истон родился в штате Огайо. Свою первую группу он основал во время учебы в колледже. Но главными музыкальными университетами и источником вдохновения он считает опыт путешествий и гастролей по США и миру. «Когда я был маленьким, я жил в Японии. Мой отец там работал. И, кстати, он в 70-х был в России. Я часто вместе с ним колесил по миру. Может, поэтому путешествия стали моим пристрастием. Ездить по свету, узнавать новые страны, новых людей». Закончив колледж, Тим 7 лет играл на улицах и в барах Парижа, Лондона, Дублина, Амстердама, Мадрида и Праги. Эти годы стали временем становления его творческого стиля. В своих рок-балладах Истон рассказывает истории о жизни и о людях. Тим сочиняет песни в стиле фолк или американо. Это своего рода смешение различных традиций американской музыки. Рок-н-ролла, блю-грасс, госпел, ритм-н-блюз. «Мне нравится старая добрая американская музыка. Я люблю рок-н-ролл. Меня вдохновляют Битлз. Они показали американцам, как может звучать их музыка. Я также люблю Боба Дилана. Сейчас слушаю Владимира Высоцкого. Я люблю поэзию. И по прилету к вам я пошел к памятнику муза-поэту». За три десятка лет Тим Истон проделал путь от уличного музыканта до автора альбомов, с которыми заключали контракты крупные студии звукозаписи. Его композиции попадали в американские чарты, звучали в кино и на телевидении. В настоящий момент его дискография насчитывает более десяти сольных дисков, многочисленные записи с различными крупами и исполнителями. Свой последний альбом Истон записал в 2018-м, после чего совершил большой гастрольный тур по Северной Америке, Японии и Европе. Этот релиз Тим посвятил 30 годам неразрывной дружбы с Пако, акустической гитарой. Эта гитара – мой лучший друг. Его зовут Пако. Мы с Пако уже вместе 30 лет. Я начинал музыкантом на улицах Европы. И этот альбом – это любовное письмо моему другу. Я горд играть на этой гитаре в России. Вот эти все потертости – это следы моих рук. Дмитрий Беломеснов, Андрей Толстихин. Новости на восьмом. В эти выходные также подготовили много мероприятий для жителей Владивостока. По традиции в городе развернутся познавательные, культурные и развлекательные площадки на любой вкус. А выбор поможет сделать моя коллега. Катерина Матвеева в рубрике «Афиша». Здравствуйте, меня зовут Катерина Матвеева. И сейчас все о самых интересных событиях на ближайшие дни. Первый дальневосточный фотофорум состоится в ДВФУ. Мероприятие предназначено и для профессионалов, и для любителей, увлекающихся фотографией. Гостей ждут выставка товаров для фотографов, сервисная точка по обслуживанию фототехники, тест-драйвы, выставка лекторий. Начало в 10.00, вход свободный. Тихоокеанский симфонический оркестр приглашает на концерт, посвященный 80-летию Приморской краевой филармонии. Яркая музыка, юмор, необычные режиссерские решения, шутки, хорошее настроение гарантировано. На концерте обещают рассказать о жизни музыкантов, раскрыть секреты за кулисье, исполнить самые любимые произведения от классики до современности. Начало в 18.30 стоим из билетов от 600 до 1000 рублей. Кукольный спектакль «Семеро козлят» ставит театр кукол «Рыжий кот». Волк в очередной раз пытается съесть козлят, но его жадность и глупость спасают их от неминуемой гибели. Сказка учит детей слушаться родителей. В этом красивом и музыкальном спектакле переработан сценарий добавленной персонажи. Начало в 17.00 стоимость билетов 400 рублей. Мультимедийная инсталляция «Гость» откроется в Центре современного искусства «Заря». Автор один из самых известных в мире российских художников в области научного искусства Дмитрий Морозов. Его работы посвящены Сихотайолинскому метеориту, упавшему на Дальнем Востоке в 1947 году. Начало в 17.00, вход свободный. Зарядиться атмосферой новых знаний, революционными идеями и вдохновением вместе с признанными экспертами IT-отрасли приглашают в ДВФУ. На площадке кампуса параллельно состоятся сразу два мероприятия – «Русский метап-2019» и «Дальневосточный цифровой форум». Организаторы обещают участникам расширение мышления, безграничные возможности нетворкинга и развития бизнеса, возможность окунуться в тренды передовых технологий и многое другое. Начало в 10.00, вход свободный. Первый благотворительный фестиваль беспородных собак «Дорога домой» пройдет на набережной спортивной гавани. Собайки будут махать хвостами, высовывать язык и строить глазки потенциальным хозяевам. Организаторы надеются найти хвостатым друзьям владельцев, но приглашаются все. Будет много интерактивных площадок, музыки, общения, яркие фотозоны, благотворительный док-маркет и многое другое. Начало в 12.00, вход свободный. Премьера спектакля «Великий Гэтсби» открывается в 87-й театральный сезон. Спектакль ставится Академическим театром имени Максима Горького при поддержке посольства США. Постановка – современная адаптация литературной классики. Динамичность, музыкальность и юмор используются, чтобы оживлять истории, представлять их современной аудитории в новом и неожиданном виде. Начало в 18.30, стоимость билетов от 400 до 2500 рублей. На опознавательную морскую экскурсию «Город морских профессий» приглашают ребят старше 12 лет. В программе – знакомство с историей кораблей-героев, установленных на корабельной набережной, морская экскурсия на пассажирском катере и многое другое. Начало в 14.30. Два итальянских актера – Ромео Бельканте и его жена Джульетта в своем маленьком театре марионеток представляют самую настоящую оперу по сказкам Андерсона «Капризная принцесса». Начало в 10.00, стоимость билетов – 250 рублей. На этом у меня все. Хороших выходных и до встречи на культурных площадках города. Лето во Владивостоке было не очень привлекательным. Поэтому давайте наполним своим очарованием осень. В новом сезоне «Радио Лемма» выбирает «Леди осень 2019» и предлагает прекрасным девушкам до 28 октября присылать свои осенние фотопортреты на почту леди-собака-радио-лема.ру и тем самым принять участие в самом красивом конкурсе. Подробности на частоте 102,7 фм или на сайте радио-лема.ру Сроки проведения конкурса с 1 октября по 8 ноября. Информация об организаторе конкурса, правилах его проведения, подарках, мести и порядке их получения можно узнать на сайте www.радио-лема.ру. Категория 18+. В хоккеисты «Адмирала» провели двухматчевую серию с клубом «Сибирь». Обе игры оказались непростыми. Все решалось на последних минутах. Статистика встреч приморцев и сибиряков добавила интриги в матчах. Команды держатся на равных даже в таблице КХЛ. О том, кто был лучше в этот раз, расскажет Максим Яковлев. Двухматчевая серия приморцев и сибиряков изначально была непредсказуемой. Статистика встреч этих команд неоднозначная. То «Адмирал» нанесет разгром, то «Сибирь» обыграет в сухую. В этот раз соперники сошлись на льду фетисов арены. В первом матче хозяева, как и положено, начали с прессинга. Однако в ответ получили голевую контратаку. Отличился Шаров. Затем уже во втором периоде «Адмирал» из-за фола остался в меньшинстве, за что снова получил наказание. И счет стал 0-2. А дальше началась настоящая драма. Моряки не могли отыграть ни одного гола вплоть до последних трех минут матча. Надежду на финальный камбэк подарил «Лалонд» своим точным броском с синей линии. После этого приморцы решили пойти ва-банк и поменяли вратаря на шестого игрока. И, как говорится, ставка сыграла. «Союз» пришел за ворот. Мерескин, Бакош. Вот момент. Бакош. Передача на пятак. Гол. «Адмирал» сравнивает счет в этом матче. В итоге игра перешла в овертайм. В игре 3 на 3 команду успели обменяться опасными атаками, но безрезультативно. Судьбу матча решали булиты, в которых моряки оказались точнее 3-2. Нашли в концовке себе силу, вот именно по 3-0-2, побороться за победу, за голы, за счет. И очень сравняли. И по булитам, скажем, хорошо забили голы. Я считаю, что эта игра очень хороша для психологии команды. Скажем, практически из ничего. Вытащили ему и победили. Эти два очка очень важны. Ответная встреча оказалась не менее драматичной. Первые минуты повторяли сценарий прошлой игры. Сибирь вновь первой открыла счет. Однако в этот раз приморцы ответили быстрее. В начале второго периода Вихарев переиграл вратаря. Борьба между командами стала еще более плотной. Равный счет держался почти 40 минут. Зрители уже ждали овертайма, однако ровно за минуту до сирены мощный бросок от сибиряков прошил ворота хозяев. Обидный гол в итоге стал победным. 1-2. Все игры длится 60 минут и нельзя расслабляться ни на секунду. Думать. Мы в той игре расслабились, получили голы такие ненужные. Неправильно сыграли и проиграли игру в этой игре. Больше нам повезло. Забили хорошие голы. После такой двухдневной схватки адмирал разместился на восьмом месте в таблице. Сибирь находится чуть выше, на пятой строчке. В следующий раз эти соперники встретятся только в конце ноября. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Серьезная проверка. Юрий Трутнев будет находиться с рабочим визитом в Приморье для оценки развития ДФО. Псих или не псих? Специалисты утверждают, что причиной нападения во Владивостоке далеко не всегда является душевная болезнь. Новые и современные. На внутригородские маршруты Владивостока вышли автобусы, оснащенные современным оборудованием. Маленькая вечеринка еще никого не убила. Великий Гэтсби на сцене театра имени Горького. Громкая премьера от Тина Крониса. Заграничные гости. В дальневосточной столице выступил исполнитель американского фолк-рока. Фото с пользой. В новом сезоне радио «Лемма» выбирает «Леди осень 2019». Отличный повод проявить себя. На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницу 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала. Телефон нашей редакции 249-8812. Звоните, и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное – Владивосток.